Всем привет, меня зовут Айрат и вы на канале. Пора смотреть обзор игрушек. И сегодня у нас такой замечательный робот-боксер, который, блин, столько много всего умеет, даже не рассказать. Я уверен, что это видео будет очень интересным и поэтому обязательно досмотрите его до конца. Ну а прежде всего я хочу поблагодарить магазин toy.ru за то, что они предоставили мне его на обзор. Ссылка на него в описании, там же есть промокод, по которому вы можете получить скидку 10%. Ну а вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях свое мнение об этом роботе. Оно очень важно для меня. В комплекте у нас сам робот-боксер, причем боксер не потому что от слова боксер боксировать, да, а потому что коробка, бокс. То есть он напоминает такую маленькую коробочку. Также у нас в комплекте есть зарядное устройство, то есть он не на батарейках, а заряжаем его от USB. Кстати, работает он примерно 15-20 минут прямо в активной игре, возможно даже чуточку побольше. Пульт управления, 10 карточек с различными играми. Мы их сегодня использовать не будем, потому что мы будем использовать специальные приложения. В приложении все эти игры есть. Но если вы не любите играть через приложение, тогда можно использовать и карточки. И также такая вот подробная инструкция на русском языке, в которой весь его функционал описан. Также у нас в комплекте есть вот такой вот мячик для игры футбол и коробка, которую мы можем использовать как ворота. Давайте поскорее включим его, посмотрим, что же он умеет. Сразу хочу сказать, что к нему хочется относиться как к настоящему живому питомцу, потому что ведет он себя очень естественно. Привет, боксер. Так. А, его удивила моя рука. Смотрите, у него есть различные точки взаимодействия, например, вот здесь вот сбоку. Так. Не дают, да, тебе уехать? Что, ругаешься? Ага, недоволен. Также с другой стороны. Так. Мы можем его перевернуть вверх ногами. Во-первых, он завяжет от того, что мы его перевернули. Во-вторых, он попытается встать, но это у него не получится. Теперь он расстроится. И заплачет. Давайте не будем его... Очень приятные звуки ты издаешь, спасибо. Теперь ему можно пощекотить. Какой-то живой смерть. Обратите внимание, у него со всех сторон стоят датчики. Спереди, сверху, сзади, снизу. То есть он всегда постоянно сканирует расстояние с препятствий со всех сторон. Так же он может следовать за моей рукой. А-а-а. А еще, представляете, у него есть игра, в которой можно на бумаге нарисовать черные полоски. И он будет по ним ездить. То есть делать ему маршрут с препятствиями, которые он будет проходить со звуком такого дизельного мотора. Давайте же посмотрим, что он умеет делать через приложение. Посмотрите, какое большое количество здесь есть мини-игр. Начнем с танцев. Какую песню ты нам споешь? Деркнуло сердце, когда он пододвинулся к краю стола. Видите, как он двигает глазами. И голова тут же загружилась. Угостим его газировкой. О, это очень-очень приятные звуки. О, Боже, тебя... Может, самому нехорошо стало от этого. Ну и в продолжении не самых лицеприятных звуков угостим его бобовым буррито. Так, 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 что же будет, что же будет? Ну, это было ожидаемо после бобовых. Шарик с гелием. Сыграем в футбол. Так, 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 так. Похоже, сейчас будет интересный матч. Ставим его перед мячиком. Эх, почти. Давай, еще одна попытка. Овации. Проманчивание по мячу. Что ты, что ты? Расстроился, что не попал? Давай, дадим тебе еще один шанс. Давай, я верю в тебя. Эх, мимо. Но я думаю, что в следующий раз обязательно получится. Супер боевой режим. Так, смотрите, двигаемся. Мы можем его управлять. Так, активировали пульт. Вперед. Разворачиваемся. Давайте подъедем сюда поближе. И нажимаем на кнопку, стреляем. Давайте попробуем еще раз выстрелить ракетами в противника. Пиу. Пиу, пиу. Почему так забавно? Своими глазами поворачивает, как будто бы ищет опасность. И где же она его постерегает? Устроим трюковое шоу. Ох ты ж, со стрельбой с лазером. Ох ты ж, со стрельбой с лазером. Также вы можете играть в мини-игры типа рогатки или боулинга. Принцип у них будет похожий, просто по-разному будем запускать. Я вам покажу рогатку, мне она нравится больше. Поехали. С вот таким вот звуком он у нас натягивается. И вау, летит вперед. Таким образом можно сбивать какие-нибудь препятствия. И играть даже несколько человек. По-моему, стало плохо. И играть даже несколько человек, соревнуюсь, кто больше собьет, к примеру. Также у нас есть мини-игры, в которые мы можем играть прямо с экрана нашего робота. Это, допустим, теннис. Это игра... Есть игра в кирпичики. Змейка. Давайте запустим змейку и посмотрим на примере нее. Для игры в змейку нам понадобится пульт. Нажимаем на кнопку, чтобы запустить игру. И теперь с помощью вот этих вот джойстиков мы будем нашей змейкой управлять. Ну и любимая многими игра. Да, предсказатель. Боксер, скажи, мои подписчики самые лучшие? Так-так, какой же будет твой ответ? Да, конечно. Если вы согласны, напишите в комментариях и поставьте лайк. Как видите, в приложении очень большое количество различных мини-игр. Мы можем его кормить разными видами еды. Играть с ним в казино. Угощать его мороженым. Смазывать маслом. Давать ему различные микросхемы. Мини-игры играть. Ну а закончим мы все, конечно же, песней. Что я могу сказать в заключение про этого маленького боксера? Это классный маленький питомец, который будет носиться по вашей квартире. С изумлением изучать все, что он видит вокруг. Следовать за вами. Играть в разные мини-игры. Его можно кормить кучей разных видов еды, на котором будет отзываться совершенно по-разному. Даже танцы, которые мы с вами ставили, включая ему одну и ту же функцию несколько раз, он будет танцевать совершенно разные танцы под совершенно разные мелодии. Этот боксер, мне он очень понравился. Я им прямо вдохновился. И мне захотелось, чтобы такой маленький питомчик жил у меня дома. Разве можно его не любить? На этом мой обзор подходит к концу. Всем, кто его смотрел, большое спасибо. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. С вами был Айрат. Всем пока.